Верхневолжье в эти дни вспоминают трагедию в Беслане. Прошло 15 лет с того момента, когда террористы захватили в плен более тысячи человек на школьной линейке. Тогда погибло более 300 человек, большинство из которых ученики. Как предотвратить подобные трагедии и что необходимо помнить, чтобы обезопасить себя? Об этом рассказали специалисты на встрече с первокурсниками Тверского университета. Встреча со студентами прошла на территории юридического факультета Тверского госуниверситета. Место выбрано символично, потому что в аудитории собрались те, кто будет заниматься вопросами противодействия терроризму с точки зрения права. Будущие юристы, адвокаты и правоведы. А пока это просто молодое поколение, которое подвержено чужому влиянию. И чтобы это влияние не оказалось фатальным, правоохранительные органы усилили работу с учащимися школ и вузов области. С молодым поколением общаемся в постоянном режиме, проводим разъяснительную работу, лекцию, профилактические мероприятия. Для того, чтобы как раз исключить возможность вовлечения их в противоправную деятельность, чтобы не воздействовали на них отрицательно. После трагедии в Беслане многим казалось, что угроза терроризма далека от Тверской области. Но это обманчивое чувство. В этом году также годовщина еще одной страшной трагедии, произошедшей в Верхневолжье. В 2009 году произошло крушение Невского экспресса. Поезд ехал из Москвы в Санкт-Петербург, когда прогремел взрыв бомбы. Тогда 27 человек погибли и 132 пострадали. Ответственность за теракт взял на себя лидер Кавказского эмирата Док Умаров. Тогда специалисты заявляли о том, что крушение поезда удалось бы избежать, если пассажиры заранее бы заметили опасность. На что обращать внимание в таких моментах, подробно написано в брошюре, выпущенной Фондом мира. Ее студентом представил председатель правления Тверского отделения Фонда мира Сергей Рогозин. На сегодняшнем мероприятии нами была презентована вот такая книга, изданная Фондом мира, которая поможет практически молодежи и ребятам постарше выявить угрозы и понимать, как с ними нужно будет бороться. То есть это методическое пособие, которое реально поможет людям разобраться в рисках и путях решения этой проблемы для того, чтобы минимизировать угрозы. Другой член Фонда, а также главный редактор медиагруппы Тверской проспект Дмитрий Нечаев отметил, что систематическая и общая работа всех спецслужб, администрации учебных заведений и прочих органов положительно сказывается на результатах. Нынешняя статистика показывает, что молодежь, к счастью, теперь уже немножко меньше знает о терроризме, об этой угрозе. Почему? Потому что для них это уже не самая главная тема в повестке дня. Благодаря усилиям правоохранительных структур это немножко уходит на второй план. Но наша задача, тем не менее, встретиться с молодыми людьми и не для того, чтобы нагнать на них ужас или запугать их, а для того, чтобы они были максимально готовы к возможным проявлениям терроризма и чтобы могли максимально эффективно этому противостоять. По статистике в ЦИОМ, доля граждан, отметивших снижение уровня угрозы со стороны международного терроризма, снизился на 14%. Такая динамика, по мнению собравшихся, показывает, что его уровень напрямую зависит и от профилактических действий, которые проводятся в том числе и на местах. Продолжение следует...